Кто же они, лучшие друзья английского сельского жителя или любого, кто хочет прогуляться по английскому болоту? Вот они, виллингтонские сапоги. Изначально это были кожаные ботинки типа военных ботинок для верховой езды. Именно такие носил и популяризировал Артур Уэлсли, первый герцог Виллингтон. Ботинки Виллингтон стали основным элементом практичной обуви британской аристократии и среднего класса в начале 19 века. Позже их стали изготавливать из резины и с новым названием уже не заморачивались. Говорят, что герцог Виллингтон поручил своему сапожнику модифицировать немецкие сапоги 18 века. Получившиеся в результате новые ботинки были изготовлены из мягкой телячей кожи, также были урезаны, чтобы более плотно прилегать к ноге. Каблуки были низкими и ботинок заканчивался на середине икры. Он был достаточно износостойким для верховой езды и хорошо подходил для неформальной вечерней одежды. Виллингтоны поначалу изготавливались из кожи. Однако в 1852 году Харам Хатчессон встретил Чарльза Гудиира, который только что изобрел процесс серной вулканизации натурального каучука. Хатчессон купил патент на производство обуви и переехал во Францию, где основал фирму Алягль. В стране, где 95% населения работало на полях в деревянных башмаках, введение полностью водонепроницаемых резиновых ботинок типа Виллингтона имело мгновенный успех. Теперь фермеры могли вернуться домой с чистыми и сухими ногами. Производство Виллингтонов резко возросло с началом Первой мировой войны и потребностью в обуви, подходящей для затопленных грязью траншей Европы. Фабрики Британии работали день и ночь, производя огромное количество этих траншейных ботинок. Та же ситуация была и во время Второй мировой войны. В 1945 году Виллингтоны стали очень популярны среди мужчин, женщин и детей для ношения в сырую погоду. Ботинок стал намного просторнее благодаря закругленному носку и приобрел толстую подошву. Зеленые резиновые сапоги постепенно стали прочным атрибутом сельской жизни Британии. А в 1980 году их продажи резко взметнулись вверх после того, как леди Диана сфотографировалась в своих Виллингтонах. Они и сегодня любимы нации и ласково называются Виллис. Интересные факты. Свинья-фермера из графства Камбрия сживала его Виллингтоны безо всяких последствий по здоровью. В начале века каучук был дороже серебра. Мишка Паддингтон начал носить свои Виллингтоны в 1972 году. Общество шотландского солодового виски с любовью описывает свой бочковой номер 4129 как цвет золотистого сиропа с ароматом внутренней части Виллингтонов.